Ой, всё, всё, ну достаточно буквально пары дней роликов не выпускать, так вы сразу считаете, что я умер, отписывайтесь там и так далее. Да ещё даже месяца не прошло, всего 25 дней. Всем привет, с вами Егор Ярушин, и в Горизонте выпустили новый большой качественный лайв с пульта, поэтому, разумеется, я как хайпажор и как просто трупоед не могу обойти эту тему стороной, поэтому я записываю этот ролик в прекрасном новом формате, в новом качестве. Надеюсь, что вам нравятся мои морщины и прыщи в 1080. Но перед тем, как я буду говорить про новые лайв Горизонтов, я попрошу по ссылочке в описании чекнуть у вас новый клип группы. Это группа под названием Seeing Things, и в ней вокалит Пауло, наш старый знакомый, из первого, значит, выпуска Яне Критика. Вы помните, тот чувак, который орал сурвив и думал, что слово сурвайв так произносится. Я сурвайка, я сурвайка, я сурвайка. Так вот, поэтому в этот раз обязательно просто написать в комментариях, что вы от Ярушина. Можете написать сурвив, если хотите, но это уже на ваше усмотрение. Поставить лайк, дизлайк, но это, опять же, зависит от вас, как бы, в принципе. О-о-о-о, даже разучился разговаривать вообще за это время отсутствия. Да, поэтому чекните этот клип по второй ссылочке в описании. А, вам интересно, что по первой ссылке? А там так, ничего, там просто новый тизер песни Марины. Да, по первой ссылке в описании новый тизер нового трека моей группы Марина, поэтому тоже чекните его сразу, послушайте его на сайте benzon.cz. Это бесплатно, это круто, можете спиратить его в контакт, все, что угодно. Поэтому, да, проходим по ссылочкам в описании и делаем все, что вы знаете. Ну что ж, давайте смотреть. Начинается все, разумеется, с нового последнего сингла под названием Wonderful Life. И я думаю, что именно это является тем, почему мне многие скидывали этот лайв и говорили мне, что Оле научился петь. На самом деле, с моего прошлого ролика про лайв и горизонтов, как бы ничего не изменилось, я все еще считаю, что это лайв автотюн или же это миди, собственно, дорожка, в которую автоматически через какой-нибудь хардвер вкачивается вокал Оли и получается, в общем, вокал правильный в ноты. Потом очень интересный момент, когда микрофон Оли полностью выключается и начинается вокал исключительно фиша. Многие там другие блогеры, конечно, срыватели по крову говорили насчет того, что это вообще bring me the fish, и это не bring me the horizon, и как бы Оли вообще ничего не поет. Как бы, да, ребят, мы, если что, в курсе. Это как бы всемирно известная информация, поэтому, ну, такое себе. Ни колесо вы не изобрели, ни Америку вы не открыли. Тем не менее, в некоторых кусках слышно, что Оли подпевает в нижнюю терцию, а это, блин, ну, лучше, чем ничего. Однако вот это, блин, это самая говнистая тема насчет того, что слушатель в моем лице должен сказать себе, ну, хорошо, хоть так поет, поэтому, то есть, типа, ну, совсем хуесосить его нельзя. Он же как бы известен тем, что он поет не очень, ну, вот, хоть поет вот так. Это, блин, лузер менталити на самом деле, но, тем не менее, люди ходят, вон полный зал, огромный концерт, я завистник, я ничего не добился, разумеется, как обычно. Смотрим дальше. В треках Симпетернала, а именно конкретно в Шэдоу Мозес в этом случае, играет просто плюсовая фанера. На самом деле, если честно, дерзость и просто, и просто абсолютно наплевательское отношение к своим фанатам со стороны Bring Me The Horizon, оно меня даже как бы веселит и радует, просто потому что плейбэк плюсовая фанера. И они как бы выкладывают это на официальную страницу, то есть, типа, да, на наших концертах вот так, Оля не поет, вместо него поет плюсовой плейбэк. Не надо говорить мне насчет того, что это подложки, что это бэктреки, ну, давайте называть вещи своими именами. Когда главная партия вокала не поется, а играется с подложки, то это называется плюсовая фанера. Как бы, а то, знаешь, таких бэктреков и у Аллы Пугачевой, и там, у всех из Голубого Огонька одни бэктреки на подложке. И тут мы подходим к самой-самой важной части, ради которой частично и записывается этот видос. Дело в том, что они вернули Дэд Корчик. Да, совершенно верно. Ребята исполнили несколько старых треков со старых альбомов, а именно The Countdown, значит, с Suicide Season. Meduzus Count Your Blessings. Diamond Siren Forever тоже, в принципе, Suicide Season, кстати, никогда этот трек не любил. И вообще с первого эпишника They Have No Reflections. Это, вот это, если честно, вызвало у меня просто гусиную кожу, потому что, блин, ностальгия. Я должен сказать, что даже тогда, даже когда выходили эти треки, Оли никогда не звучал так хорошо. Я, конечно же, имею в виду в большинстве случаев, потому что есть ведь вот такие волшебные моменты. Что это? Как? Как это можно выкладывать? И типа с гордостью такой, вот, смотрите, First Love Life. Круто, короче, смотрите, как я умею. Это же просто какой-то пиздец. Это же просто какая-то жесть. Просто, то есть, типа, чувак делает так... Как, блядь, как будто нахуй кошку в жопу дерут. Сука, сейчас наверняка из этого нарежут кого-то, блядь. В любом случае, что я могу сказать? Людям нравится, люди ходят. Судя по всему, людям абсолютно наплевать, что, как бы, их гоняют на волосатом велосипеде, ставя им фанеру. Тем не менее, вроде как, да, вроде как, мы находимся в этой тюрьме ожидания того, что, типа, ну, вообще-то, Оля, как бы, обычно вообще не поет. А тут поет хотя бы так. Поэтому, типа, блин, 10 из 10. Я оставлю третью ссылку в описании, ссылку на этот лайв. Если вы его еще не видели, обязательно посмотрите, потому что, ну, это лучше, чем обычно. И самое главное, ну, слушая вот такие вот лайвы и вспоминая то, что они пытались Альберта Холл продавать, как настоящий лайв, ну, это просто смешно. Как бы слышно, как человек поет на самом деле с пульта и слышно, что тогда это все записали в студии, все это перезаписали и сделали вид, что как будто он умеет петь. В любом случае, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Ставьте лайк или дизлайк, если согласны или не согласны со мной. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны или успели отписаться. С вами был Егор Ярушин. Пока!